Конфликтная ситуация на Акатовском озере случайно высветила еще одну проблему, о которой мы раньше как-то не задумывались. Реагируя на частности, упускали из виду генеральную линию. Вот есть у нас особо охраняемые природные территории, есть еще охраняемые памятники культуры. Ну и есть они. Что дальше? Как их развивать, сохранять, куда двигаться? Один из примеров – Аполье. Тут усадьба Друцких-Соколинских. Это место вдохновило Алексея Толстого написать графа Калиострова. Все пришельцы будут гибнуть под Смоленском. Эта крылатая фраза из формулы любви в наши дни приобретает новое значение. Фактически сейчас я стою на демаркационной линии. Слева – зона ответственности культуры. Бывшее здание усадьбы Друцких-Соколинских, а справа – приусадебный парк. Вот чья эта зона ответственности неизвестна. Никого не хочу осуждать, но судя по состоянию двух объектов, наше наследие под Смоленском сейчас погибает. Похожая ситуация на Акатовском озере. Старая водяная мельница – осколок памяти о былом величии. Но оставим пока развороченную старую культуру и обратимся к новой. В этом году собственник земель на берегу решил оградить свой участок. Местная общественность возмутилась. История выклеслась в СМИ. Чиновники забегали, надзорные органы грозно нахмурили брови. Вся проблема крутилась около одного вопроса. Как местные власти умудрились отмежевать землю в водоохранной зоне особо охраняемого Акатовского озера, потом ее продать? А где водоохранная зона Акатовского озера, спросили мы у специалистов. Кто-то сказал 100 метров от воды, кто-то сказал 200. У кого-то вообще получилось полкилометра. Самое интересное началось, когда мы узнали, что водоохранной зоны вообще нет. Ну, то есть она как бы есть, но поскольку в координатах не обозначено, в Росреестре не значится, то ее как бы и не существует. Как так, поинтересовались мы у экологов? Они ответили, озеро наше, а берег уже не наш. Знакомо, правда? История закончилась относительно благополучно. Собственник устранил нарушения, заявил, что готов уступить прибрежную зону и сделать новое межевание участка. А профильный департамент по решению суда должен провести границы водоохранной зоны. Дело это процедурное, а значит не скорое. Частная ситуация задела краем общую проблему. У нас есть особо охраняемые озера. От берега воду не оторвать, надо смотреть территорию в комплексе. Это по логике вещей. Кроме того, озера Акатовское и Дива становятся популярными среди дачников. Особенно возрастет нагрузка, когда сюда сделают хорошую дорогу. Это вопрос времени. И тут возникает проблема. Как относиться к территории дальше? Особо охранять? Развивать? А если развивать, то какие ограничения можно снять? И можно ли? Здесь показателен пример национального парка «Смоленская поозерия». Устойчивое развитие началось, когда появились генеральные идеи. Развиваем туризм, сохраняем экологию, даем возможность местным зарабатывать, не нарушая законы природы. Думается, что-то подобное может сыграть и на региональных особоохраняемых территориях. Распыляться на все смысла нет, а взять для анализа и разработки одну-две. Поставить генеральную идею и дать местным энтузиастам полномочия в рамках закона. Почему бы не попробовать? Кстати, здесь уже потихоньку оживляют идею экотропы. Рабочее название проекта – наедине с природой. 18-километровая прогулка по лесу станет неплохой зарядкой. Спортзал будет уже не нужен. Особенно в условиях ковидных ограничений. Продолжение следует...